всем привет на канале александр эмбрес сегодня к нам в гости попала 5030 вот с таким вот звуком я ее уже вообще не на камеру включил и пожалуй повторять эту ошибку не буду так как создание кирпичной фабрики в мои планы не входит давайте сразу разбирать по всем признакам в этой 5030 вышли из строя шестерни поэтому давайте лезть в редуктор раскрутили и скрываем да шестеренка гегус слизаны в нули ну хозяин инструмента сказал что буквально недавно менял якорь щетки и подшипники на якоре но в любом случае для того чтобы долезть до ведущей шестерни нам надо снимать корпус редуктора и якорь в том числе поэтому лезем к щеткам заодно проверим что он там понаменял но тем не менее давайте их приснимем потому что повторюсь якорь нам в любом случае снимать чтобы долезть до ведущей шестерни щетки сняты можно откручивать корпус редуктора от корпуса открутили и скрываем якорь не оригинальный сразу кстати видать не знаю как он тут подшипники менял но пиши в комментариях ставил бы такой вот подшипник у себя в болгарке или нет этот более-менее нижний вообще прям ушатан и уплотнение лабиринт я сейчас покажу снизу как будто бы подспиленная вот такая красота в редукторе кстати подшипники не лучше с таким звуком крутится и посмотрите на 696 ну такой люфтец нормальный у него и кстати совсем забыл сказать если видите вот такое вот покоцанное кольцо над подшипником то обязательно проверяйте ответную часть вот здесь вот внутри корпуса потому что как правило если разваливается нижний подшипник перекашивается вот этот якорь и портится кольцо вместе с корпусом чтобы потом косяков никаких не было лучше проверить у меня здесь в корпусе никаких дефектов нет видимо этот уплотнитель чик взят с другой какой-то болгарки поэтому продолжаем разборку берем ключик на 10 и откручиваем гайку которая держит нашу ведущую шестерню чистанул немножко корпус редуктора изнутри для то чтобы проверить не поломано ли чего как видите все нормально но в нижней части вот здесь отсутствует одна детальюха такой пластиковый кожух но мы его подберем ладно давайте снимать стопорное кольцо вручную не хочет подтолкнем отверточкой чутка так ну что предлагаю снимать 696 и следом вот эту вот стопорку еще можно спрессовывать шестерню кстати меня очень часто просили в комментариях показать как правильно спрессовывать чтобы не разломать вот этот корпус его ломают довольно таки часто ребят все довольно просто всего-то надо правильная красивая наставка вот к примеру правильная красивая наставка для 5030 грубо говоря толстенная труба с надпилом всего-то а теперь подробнее для того чтобы не разломать вот этот алюминиевый корпус при выпрессовке нужно банально равномерно распределить нагрузку вот и все то бишь выточили вот такую вот наставочку сделали проточку под вот этот выступ и прессуйте хоть до посинения ничего ломаться не будет главное чтобы все было ровненьким без перекосов вот видали какая красотища железное кольцо видите за наставкой да алюминиевый корпус нет вот примерно так должно быть ладно пошли на пресс короче вот и все как видите дохлая шестеренка абсолютно целенький вал это если что не пресс это цепляло видимо а корпус немножко и абсолютно целый корпус не трещин не дефектов все окей повторюсь главное правильно грамотно распределить нагрузку теперь снимаем стопорку и выпрессовываем подшипник ну вот как бы в принципе и все осталось только снять один подшипник с якоря и можно приступать к чистке это тоже снимем а пока детали чистятся похвастаюсь перед вами своей обновочкой взял себе вот такой вот большущий инфорсовский набор с трещоткой на одну вторую и одну четвертую а то как-то не по фуншую выходит так давно переселился в крутую мастерскую в этой крутой мастерской блин даже трещотки нет ладно давайте хвастаться буду обратите внимание на внутреннюю часть головки здесь своеобразный профиль благодаря ему я с большей вероятностью откручу изношенный крепеж помимо этого смотрите как умею вот так быстро съемный удлинитель а легко одевается легко снимается но прям удобно такой механизм фиксации имеется во всех удлинителях в том числе и на одну четвертую теперь смотрите какие тут свечные ключи с магнитом вот так вот могут опять же не поверите но у меня до сих пор блин не было никаких фонариков в мастерской приходилось иногда шуруповертами блин подсвечивать ну такое себе удовольствие но все фигня ребят здесь есть вот это набор с микробитками и если вдруг кто-то скажет что то ненужная фигня ну блин ребят удачи вам в разборке аккумуляторов и к жить и без биты т8 с отверстием и это еще не все набор шестиграничков он обязательно нужен особенно десяточка для откручивания патронов ну и куда ж мы без разных плоскошей кусачков и съемников стопорных колец смотрите какие тут лежат со сменными губками коих в наборе имеется несколько и сейчас возможно кто-то скажет саня а как же удлиненные головки обижаете я их тоже взял вот такая вот красотища у них такой же профиль как и в том наборе но это уже хром молибден короче буду гайковертить все что плохо лежит ладно что-то меня немножко унесло чуть обзор не снял на инструмент если вам ребята интересно что там еще в этих наборах имеется то ссылка в описании смотрите а мы продолжаем ремонт и кстати пишите в комментариях хотите обзоры на ручной инструмент или нет ладно меньше текста болгарка сама себе не соберет вычистили все деталюшки и подобрали новые и недостающие вместо вот этого старья установим новый комплект подшипников 696 chl 629 nsk 201 nsk и 607 nmb для того чтобы уменьшить финансовую нагрузку на клиента вместо дохлых шестеренок поставим бэушные но в идеальном состоянии заменю коцнутое уплотнение которое стоит под коллектором на бэушное но в хорошем состоянии ну и конечно же как и обещал нашел вот этот вот пластиковый кожух меня он тоже с разборки был по поводу всех остальных деталюх в том числе щеток вопросов нет давайте приступать к сборке начнем с передней крышки для начала закидываем кольцо внутрь закидываем вот так вот потом устанавливаем 201 затем устанавливаем вал не забываем про стопорку ну и конечно же время пришло для шестеренки пошли на пресс здесь как видите уже никаких спец наставок не надо достаточно головки теперь устанавливаем мелкую стопорку ну и конечно же 696 все как видите этот блочок полностью собран его можно отложить в сторонку и заниматься якорьком для начала устанавливаем уплотнитель затем 607 готово теперь берем корпус редуктора и устанавливаем 629 делается это вручную затем берем стопорку и фиксируем ею подшипник ну вот и финишная прямая вставляем якорь не до конца так чтобы шестерня влезла затем фиксируем все это дело гайкой ну и конечно же зажимаем без фанатизма теперь берем резиночку устанавливаем на подшипник чуточку лубрикантику дабы ничего не стало наперекос проверяем на месте ли диффузор и устанавливаем все после чего закручиваем якорь установлен поэтому можно ставить щетки закидываем внутрь шахты накрываем пружинкой поправляем проводок и повторяем процедуру со второй чтобы не возвращаться вот к этой части инструмента заводим все проводочки проверяем чтобы нигде ничего ничему не мешало и накрываем все это дело задним корпусом после чего прикручиваем ну и наконец-то финишная прямая смазываем редуктор мягкой литиевой смазкой для зубчатых передач смазываем без фанатизма чтобы редуктор не перегревался ну и естественно накрываем верхней крышкой обязательно покручиваем завал для того чтобы шестерни зашли в зацепление зуб чтобы не попал на зуб и только после этого закручиваем ну что теперь проверка амальяк новая вот примерно так вот легко и просто перепрессовываются шестеренки на 50 30 при этом без повреждения алюминиевого корпуса надеюсь всем все понятно надеюсь что вы напишите какой инструмент еще вы хотите увидеть в ремонте подпишитесь на канал поделитесь всеми видео ну и копить спасибо